Я, прежде всего, конечно, хочу спросить об этих шарах, как их правильно называть и что значат угловые отражатели? Правильно говорить, уголковые отражатели? Я это скопировала из источников. Как вы понимаете, я впервые вообще вижу такой термин. Вообще их можно было раньше встретить около Крымского моста, когда обсуждали то, как Крымский мост защищен от атак с воздуха, с земли, с моря. Там можно было заметить на многих фотографиях, которые публиковались, такие плавучие, скажем так, судна небольшие, на которых стояли такие небольшие мачты, и на них были размещены вот такие самые уголковые отражатели. Они по форме напоминают пирамидки. Их задача в том, чтобы создать очень сильные радиолокационные помехи для всего, что наводится по радиолокационным способам, для каких-нибудь крылатых ракет, подобных, для спутников тоже, которые делают радиолокационные снимки. Если такой спутник пролетает, допустим, над Крымским мостом, то у него там вместо моста и всего, что находится рядом с ним, получается такая огромная засветка. Таким образом получается защищать важные объекты. То же самое уголковые отражатели можно применять и для таких воздушных средств, таких как аэростаты, для того, чтобы тоже мешать и наводиться на такой объект, и создавать дополнительные засветки в радиолокационных приборах и каких-нибудь радаров. Ну и при этом правильно можно на аэростат прицепить какое-нибудь разведательное оборудование, какие-нибудь там камеры, еще подобные вещи для разведки. Вот в этом их главная задача. Скажите, пожалуйста, Руслан, с учетом того, что сейчас весь мир буквально без привлечения ожидает второго масштабного нападения, второй волны этой атаки со стороны России на Украину, это может быть как-то связана эта активность? Ну, в том числе может быть. Я думаю, тут две задачи могут выполняться такими аэростатами. Во-первых, они могут быть такими ложными целями для украинской системы противовоздушной обороны. То есть украинское ПВО, им приходится, наверное, сбивать такие аэростаты, соответственно, тратить дорогие дефицитные ракеты на сбитие подобных аэростатов. Плюс каждый пуск ракеты, зенитной ракеты, это, соответственно, можно засечь. И тут российские силы могут за этим наблюдать и понимать, где стоят установки ПВО. И, соответствующим образом, в дальнейшем корректировать свои маршруты, когда они делают маршрут для крылатых ракетств, чтобы более эффективно преодолевать ПВО украинское и наносить удары по целям. Ну и, во-вторых, да, безусловно... Я прошу прощения, Руслан, возможно, поэтому эти шары не сбивают? По крайней мере, мы пока не видим сообщения о том, чтобы работало ПВО. Да, вполне возможно поэтому, потому что все-таки ракет не так много у ПВО у Украины, потому что их приходится регулярно тратить, потому что ракетные обстрелы Украины, они происходят часто, и нужно забивать и вот эти шахеты-бесполотники, и ракеты, которые летят на Украину. Соответственно, ракеты очень быстро тратятся, а постреляют их, к сожалению, не так много и не так часто. Поэтому, наверное, да, приходится экономить и как-то приоритизировать цели, сбивать сейчас «Аэростат» или не сбивать, или сэкономить ракету на более важные цели. Ну и второй вариант, как могут использовать аэростаты, это, как я и сказал, если прикрепить к ним какие-нибудь наблюдательные оборудования, какие-нибудь камеры, для радиопрослушивания, что-нибудь такого, то дополнительно можно вести какую-то такую разведку и заранее определять будущим для себя целью. Так, теперь по поводу вот этого доклада норвежской разведки. Это гораздо серьезнее, чем любые шары, если я правильно понимаю. Значит, тут говорится о том, что корабли российского ВМФ начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, и в частности, там не только речь о кораблях, но и о подводных лодках. Это какой-то знак? Ну, мы здесь, конечно, ничего подтвердителя проверить не можем, потому что это все данные разведки норвежской, но выглядит довольно-таки правдоподобно, тем более там один из норвежских генералов, который поговорил с прессой и комментировал этот доклад, он объяснил, что, видимо, это связано с тем, что личный состав, общие силы российские уменьшаются, ну, в плане того, что их обороноспособность уменьшается на разных новых рубежах, там, около Европы, потому что все самые такие боеготовые вооруженные силы России, они сейчас на фронте. И в связи с этим приходится прибегать к другим мерам, скажем так, угроз, сдерживания в отношении Европы. И, видимо, поэтому снова российские корабли выходят в океан вместе с тактическим ядерным оружием. Но, да, это, как я сказал, вполне правдоподобно. Это, в принципе, в духе текущего нарратива Кремля о том, что грязить всему миру ядерными ударами, ядерным оружием, в том числе в духе того, что говорит Медведев. Поэтому, на мой взгляд, это довольно-таки правдоподобно выглядит. Да, и, на мой взгляд, тоже я вообще как-то не склонна сомневаться в данных разведки Норвегии. Не дает оснований это государство к тому, чтобы подозревать его в каких-то, не знаю, распространении фейк-ньюс, дезинформации. Поэтому хочу еще уточнить у вас, Руслан, смотрите, до сегодняшнего дня, ну, до какого-то последнего периода, когда речь заходила об угрозах России ядерным оружием, то представители разных спецслужб, эксперты, международные аналитики и так далее, говорили, что это вряд ли возможно, и никаких знаков, указывавших бы на то, что Россия пытается, например, собрать какие-то свои вооруженные силы, связанные с ядерными вооружениями, ядерным оружием, их нет. И ничто на это якобы не указывало раньше. Теперь ситуация изменилась? Мы же на шаг ближе к ядерной катастрофе? В прошлые разы имелось в виду, что никто не видит, в том числе мы не видели, никакой подготовки к применению тактического ядерного оружия в войне против Украины. Потому что, в принципе, есть куча другого обычного конвенционального оружия, с помощью которого можно достичь тех же самых целей, как и при использовании тактического ядерного вооружения в текущей войне. Более того, когда вы используете обычное конвенциональное вооружение, у вас нет таких гигантских политических рисков из-за того факта, что вы применили ядерное оружие. В данном случае идет речь не то чтобы угрозе Украины, для Украины, в смысле, в сторону Украины, вот эти оружия, которые сейчас поплывут на кораблях, это скорее угроза Европе, западному миру, такой элемент сдерживания. Я не думал, что сейчас как-то угроза прям сильно приблизилась, просто дополнительно размахивает такой ядерной дубиной. Это как бы такой прям самый-самый крайний случай, когда уже все больше ничего не остается, и вопрос, где здесь национальная угроза возникает. Ну, тут, конечно, вопрос, насколько это блеф, ядерная дубина, она указывает на то, что действительно ее готовы уже применить, или пока еще это в духе Дмитрия Анатольевича Медведева, действительно, который уже сколько месяцев обещает Армагеддон всему миру, а Путин говорит, что все умрут и попадут в ад, а мы в рай. И, в общем, на самом деле я напомню нашим зрителям, что Владимир Путин тот самый человек, который угрожал ядерным оружием всему миру, прежде всего Украине и западным странам, и подчеркивал, это не блеф. Ну, в общем, мы, конечно, все в растерянности. Такие новости, они меня пугают, наверняка, и вас тоже больше, чем другие. Я в завершение хотела бы спросить, все успеть, спросить о ситуации в Бахмуте. С одной стороны, пресса, и в том числе международная пресса, указывает на то, что там очень тяжелые бои, там ситуация крайне сложная. А с другой стороны, вот только что Евгений Пригожин, уж не знаю, можно ли верить хоть чему-то из того, что он говорит, но, тем не менее, опроверг в эфире пропагандистских медиа российских, что приближается оккупация этого города. И он заявил о том, что все очень сложно. Я процитирую. Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Никаких предпосылок для окружения противника не от Бахмут. Завтра не будет взят, работает мясорубка. Конец цитаты. Как вы прокомментируете, что происходит в Бахмуте? Ситуация в Бахмуте действительно очень тяжелая. И Пригожин говорит именно об окружении, а не захвате. Это чуть-чуть другая вещь. То есть, да, сейчас три пути находятся фактически под огневым контролем российских сил, пути снабжения Бахмута для Украины. Это и дорога на Северск, которая физически перерезана, потому что захвачена Благодатная, Красная гора, населенный пункт к северу от Бахмута. Дорога на Славянск, которая физически не перерезана, но находится под огневым контролем российских сил. То есть она простреливается, ее поэтому крайне опасно использовать. И дорога на Константиновку, которая сидит Бахмут с Константиновкой, идет на юго-запад. Она уже фактически физически отрезана, потому что там взорван мост чуть западнее Ивановского. Остались буквально очень небольшие такие дороги, проселочные. Одна из них идет на Часов Яр. То есть вопрос именно снабжения для украинских сил в Бахмуте, он крайне-крайне остро сейчас стоит. Но да, именно как такового окружения Бахмута все еще нет. Тем не менее, это в принципе вполне уже тот самый момент, когда надо думать, что делать дальше. То ли дальше сдерживать пытаться наступающие российские силы, там любой ценой, а цена, скорее всего, будет высокая. То ли заранее организованно отступать, чтобы не понести еще большее количество жертв. И пока что мы стремимся к тому, что, скорее всего, либо такой приказ уже был подан и постепенно отступают украинские силы, либо он будет в ближайшие дни. Ровно потому, что ситуация тяжелая, и все основные пути снабжения Бахмута, они уже фактически непригодны для использования. Возможно, именно с этим связано, что украинские силы со вчерашнего дня запретили доступ в Бахмут для прессы, волонтеров и гражданского населения. И я не исключаю такого варианта, что спустя несколько дней мы узнаем о сообщении, что есть приказ покинуть Бахмут, а по факту окажется, что его уже там покинули. Может быть, там часы покидают. Вполне такого не исключаю. Такую тактику мы уже видели от обеих сторон в предыдущие месяцы. Но, тем не менее, Бахмут, хоть он и важен, такой населенный пункт, если он окажется полностью захвачен, то все-таки это не такая прям большая победа для российских сил. Конечно, они будут ее очень сильно пиарить, но стратегически это мало что меняет. Я думаю, что мы еще с вами успеем обсудить в прямом эфире телеканала «Дождь» неоднократно ситуацию на фронте, в частности, в Бахмуте. Я вас благодарю.